В нашей недельной главе мы читаем о выходе из Египта, самое основное событие в основе еврейского народа. Все начинается в нашей недельной главе, когда евреи выходили из Египта. И как мы знаем, мы читаем в нашей главе, что мы получили заповедь принести пасхальные жертвы пенишения. У нас очень большое удовольствие, каждый утром учат в программе «Дафьеми» вместе с десятками тысяч евреев вокруг мира. И мы как раз занимаемся этим вопросом и эти законы Песах, что Всевышний дал нам возможность исполнять эти законы, жертвы пенишения Песах, построение храма в скором наших дне. А там написано, первый раз, когда было жертвы пенишения Песаха. Это было, когда еще они были в Египте. И мудрецы нашего трактата Песаха приводят много сравнений между жертвы пенишения Песаха, который был в Египте, и жертвы пенишения Песаха, которые мы приносим после выехания из Египта в течение сотни лет, когда мы принесли в храмы, весной храм, в храмы, которые построены храмы в Иерусалиме, и в протяжении сотни лет. А есть иногда разница. Есть моменты, которые были только в Египте, когда принесли жертвы пенишения Песаха в Египте, они это сделали, а потом уже не сделали. Одно из этих моментов называется Агудас Эйзов. То есть одно из моментов, которые надо было делать, это покрасить посохи дверей. Это понятно. Но не просто покрасить, а покрасить именно с помощью Агудас Эйзов. Что Агудас Зов? Это какая-то трава, в России, я бы знаю, это какая-то трава, которую надо помакать, это трава в кровь, в крови, а потом из этого трава покрасить свои двери. А зачем это нужно? И почему это только было, когда принесли пасхальные жертвы пенишения в Египте, а потом уже не надо было делать этот процесс. С этого Агудас Эйзов. Где мы еще найдем этот Агудас Эйзов? Этот Агудас Эйзов мы найдем еще в законе царат, проказа. Когда появится у человека проказа, это нечистота, и кое должен проверять, и решать, он томит, тахор. А для того, чтобы очистить из этого нечистота, надо что-то принести, много ингредиентов. Одно из них это Агудас Эйзов. Эйзов, это куча трава, которая называется Эйзов, тоже царат. Объясняется, что вешму очень красиво объяснили. Рамбан уже спрашивает вопрос, в начале главы Ваэра, в прошлой неделе мы читали, что когда Моше пришел впервые, еврейский мозг сказал, слушайте, у меня хорошие новостей, мы выходим из Египта. Они не верили. Почему Моше не слышали Моше, почему? Микойца руах, на Войда Каша написано. Из-за того, что у них короткое дыхание и тяжелая работа. Что значит Микойца руах, без дыхания? Они не могут дышать. Они работали так тяжело, что у них не было дыхания даже. Дыхание было тяжело, дыхание. Наоборот, говорит Рамбан, когда человек на такой ситуации приходит, Моше говорит, я тебе пришел, чтобы избавить вас из Египта. Они наоборот, тем более не должны поверить. Шемиш Мол говорит, объясняет и ответит вопрос Рамбан. Они были на такой состоянии, что их деяни с этой тяжелой работы Убил не только их тело, а их дух вообще. У них не было чувства. Они потеряли их в чувстве. А когда приходит человек, они были как мертвые люди. Мертвые живи, но мертвые люди. И приходит, говорит, слушайте, пришел время избавления. Пришел Гаула. Они думали только про следующую минуту. Я должен этот кирпич принесу в это место, в то место. Они потеряли все их чувства. Они даже не смогли слушать из-за какой-то руах. Из-за того, что не был дух в них. Уже дух потеряли. Они потеряли это чувство, это аргаша, которое у них было. Они потеряли. А в царах тоже есть какие-то моменты, которые называются мертвыми. Мы знаем, что кожа, нормальная кожа, называется басархай. Там глава моего царя. Это называется басархай. Это кожа, которая живая. А когда царат, когда белые царат, это басарметь. Это мертвая кожа. Мертвая кожа. И там, и здесь нужно. То есть, говорит, это символ, это трава, которая и ползает для мертвых, и ползает для зерц. Видишь, как будто говорит еврейскому народу, до того, что ты выходишь из Египта, надо быть живыми. И меня нужно, чтобы вывезти живые евреи из Египта. Не мертвые из Египта. Вы должны выживать. И это символ этого трава, который пользуется и здесь, и для царата. И это только было нужно, когда принесли жертвы и принесения, когда еще были они в Египте. И продолжает Шемишмул говорить, что это то, что мы говорим каждый шаббат, когда мы читаем перед псалмом, перед Брехат Амазоном. Мы были как мечтатели, как мечтатели, холмом. Как будто в холме мы видели это, во сне мы это все видели. И прямой мы относимся к этому посту, как будто что приход Машия будет такое великолепие, как будто мечта наша, как сон. Мы мечтали на это. И говорит Шемишмул наоборот. Знаешь, что ты имеешь в виду? Что именно к холме, когда приходит Машия, мы поймем, что даже сейчас в нашей жизни, это не настоящая жизнь. Это как будто человек спит и видит сон. Это живой, не живой. Он видит? Нет, он видит сон. Он живет, как эта мертвая жизнь. Это наше галут. Наше галут в отношении будущего Гаула, это как будто человек, который спит и видит сон. А именно к холме. Не то, что приходит Машия будет как холм. Наоборот, наша жизнь сегодня до приходит Машия. Это как человек, который спит, и только все он видит, он видит только во сне. Он настоящее не видит. Он зрения нет, он только видит во сне. Вот это урок, наша недерна глава, Агудат Эйзов, что для того, чтобы выехать из галута, ты должен быть живой. Ты жив. Мертвый илудный не может выходить из галута. Сначала надо взять, это Агудат Эйзов, как жить в Сарат. Надо приносить себе жизнь, а потом ты можешь выходить из Египта. Известная история про раввин Исраэл Мейр-Алау. Он бывший главный раввин Израиля. Когда только он был ребенок, во время Лакоста, и пришел один из евреев, которые служили в армии, раввин Шахтер. И он его встретил впервые, молодой, молодой, маленький мальчик. И встретил, говорит, как тебя зовут? Говорит, меня зовут Лулик. Так он называл себя Исраэл Мейр-Алау. Меня зовут Лулик, а я старше тебя. А раввин говорит, интересно, почему говоришь, что ты старше меня? Потому что ты, я вижу, что ты улыбаешься, у тебя плач есть. Ты можешь плакать, а я уже не могу не смеяться, я не могу плакать. Видишь, что я старше тебя. То есть немцев, немцев, они, они, ямахшимом, они убили не только евреев, они убили еврейский дух, они убили душа человека, даже тех, кто остался жив, они остались жив, но мертвые люди они были. Это урок в нашей главе. Если мы хотим выходить из нашего Галута, мы должны понимать, что при Галута, евреев Галута называется мертвым человека, человек, который спит, он что-то живет, он что-то живет, еле-еле живет, это мертвая жизнь. А мы должны надеяться на жизнь после Прихода Мащия, когда мы будем настоящими, живи евреем. И это символ этого Галута, это трава, которая была необходима. Песах. Мы царем, я вижу это в решении Песаха. Шабах шалом.